Привет, друзья! Сегодня я хочу быстро рассказать о новой, а точнее о возвращении старой меты Мидаса в каждой игре. Я уже снимал видео про Мидас очень давно, больше года назад. Этот айтем постоянно меняется, и герои, на которых его нужно брать, тоже меняются. Так что сегодня мы заново поднимем эту тему и разберемся, почему Мидас стал сильным и когда его стоит покупать. В подготовке этого видео мне помогал топ-10 игрок Европы Дахак. По ссылке в описании оставлю его твич и ютуб-каналы. Там можно подчеркнуть для себя много нового и полезного. Ну что ж, мы переходим к теме. Итак, Мидас. Наверное, самый спорный предмет за историю доты. Свою лучшую форму он приобрел в патче 7.20, это если что было в конце 2016 года, то есть уже полтора года назад. Тогда он стоил 2150 золота, давал 200 голды за использование и начал пассивно давать 40 атак спида, а еще и голдаун на нем был 90 секунд вместо сотни. До этого патча Мидас брали только саппортом для экспы, но после 7.20 Мидас стал мастерф айтемом для коров, ведь 40 атак спида это фактически гиперстоун. И вы покупали Мидас, то есть жадный айтем, но на самом деле не сильно посаживались под УПСу, скорости фарма и потенциалов в драках. И поэтому его покупали на всех коров в каждой игре, ведь он давал и атак спид, и золото, и как бы что еще нужно. Но после 7.20 Мидас срезали каждый патч. Не 200 голды за использование, а 160. Общая стоимость не 250, а 2300. Ну и само золото с Мидаса стало ненадежным. На момент патча 7.26 Б, который вышел 4 месяца назад в апреле, Мидас был полностью мертвым айтемом, ведь не только сам Мидас был слабым, но еще и дота выглядела совсем непригодной для него. В каждой игре Люкан, Бестмастер, Чен и Фурион. В каждой игре кто-нибудь Рашид Пайп, Мекку и Владимир, и вас просто идут пушить на 20 минуте, ну или вы идете пушить. В общем Мидас был неуместен. Но после 7.26 Б вышел текущий апдейт 7.27 и 7.27 Б, в котором экспус Мидаса подняли на 30%, что немало, и уменьшили стоимость с 2.300 до фактически старых 2.200, но на 50 голды больше, чем 7.20. При этом основную силу Мидаса, 40 декспида, никто не трогал, и она все еще имеет место быть. Выходит, если сравнивать Мидас в своей пиковой форме, то есть во время патча 7.20, и нынешний Мидас, то получаем вот что. Нынешний Мидас на 50 голды дороже, не критично абсолютно. Нынешний Мидас дает на 40 голды меньше, это на 20%, зато он дает больше экспы. Раньше из-за большого крепослеса вы получали 166 опыта, а теперь 189, на 23 больше, то есть на 14% больше. Ну и в целом все. Золото, правда, из Мидаса ненадежное, но это затронуло всю голду, и надежное золото сейчас только то, что капает пассивно из баунтирун, так что это не сильно важно. Выходит, Мидас сейчас такой же, только он дает чуть меньше голды и чуть больше экспы. Но самое главное, это мета. Все суммонеры и ауры были порезаны. Тир 2 и тир 3 вышки жестко запаны, и теперь один глиф на Т2 останавливает любой пуш до минуты 30. В топе пикрейтов сейчас Спектра, Магнус, Инвокер, Дум, Войд, Антимаг, даже Террор Блейд. Лукан с Ченом сидят на самых последних местах, а чуть-чуть выше Бистмастер. У Лукана даже пропал сказочный бенрейт 60%, и теперь это обычный герой. В общем, игры стали дольше, и все эти факторы дали шанс Мидаса снова быть в каждой игре. Ах да, сейчас еще и Молнии, как айтем для фарма, супер слабый. И выходит, у вас только два выбора. Это либо БФ, что обычно очень жадно, либо Мидас, который не сильно ряжет ваш потенциал в драках. В общем, с этим разобрались. Мидас сейчас очень сильный, почти такой же, как и в пиковой своей форме полтора года назад. Но перед тем, как мы перейдем к более игровым моментам, небольшое объявление. Хочу рассказать вам о новом сайте с ДТ2 тематикой, на котором можно получить крутые шмотки. Я лично его проверил, и сейчас покажу вам, как это было. Давайте начнем с барабана, ведь именно его можно крутить бесплатно уже при первой регистрации. Как видите, тут много крутых призов, и, например, мне повезло, и выпало открытие платного кейса бесплатно. Кстати, по моему промокоду, каждый может получить еще одну дополнительную бесплатную прокрутку. Что касается самих кейсов, то они тут на любой вкус и цвет. Например, в этом кейсе вам гарантированно падает аркана. Проверяем. Мне падает пуч, который стоит на 500 рублей дороже, чем сам кейс. Вроде неплохо. Но самое крутое, как мне, это режимы. Например, режим апгрейд. Суть его в том, что вы выбираете любую вещь из своего инвентаря, а справа выбираете вещь, которую хотите получить взамен. Смотрите шанс на апгрейд и нажимаете вот эту кнопку. Вроде легко. Ну или, например, режим контракты. Тут все очень просто. Собираем несколько вещей и нажимаем создать контракт. Исходя из стоимости вещей, вам дропается одна шмотка взамен на вещи, которые вы поставили. Мне, например, упал кинетик на террорблейд за 6000 рублей. Вывожу. В общем, все ссылки будут в описании. А мы давайте вернемся к Мидасу. Перейдем к более игровым моментам. Когда и кому его стоит покупать. Сначала давайте посчитаем прибыль с Мидаса. 2200 золота, то есть свою стоимость, Мидас отбивает за 14 использований, если нажимать его по КД. Это 21 минута. То есть купили Мидас на 10, отбили на 30. Если вы смотрели вот это видео, то вы знаете, что БФ первым айтемом тоже начинает приносить прибыль в минуте к 30, то есть такая же окупаемость. При этом Мидас еще и обеспечивает опыт. За 14 использований на большого крипа, Мидас принесет 2600 опыта. К 30 минуте, как правило, вы уровня 20-21 в хорошей игре. На таких уровнях для АПа требуется примерно 1500 опыта. То есть Мидас в 30 минуте апнет вам почти 2 левела, что немало. То есть вы точно возьмете быстрее талант на 20 и даже, возможно, ускорите получение таланта на 15. Если сравнивать Мидас с БФ, то у него есть еще один неоспоримый плюс. БФ, чтобы быть полезным, требует места. Вы должны иметь доступ к лесу и линиям, чтобы убивать крипов. Тогда сплэш полезен. Если вас зажали на базе, и вы фармите только пачку с линии и ближний лесной спаун, остальное время с 3DFK, то БФ не делает ничего. А вот Мидас наоборот, он не требует места. Вы всегда можете нажимать его и получать ресурсы, не жертвуя собой и не тратя на это время. И это очень важный фактор, если речь про айтем для фарма. Покупая жадные предметы, вы всегда рискуете, что противник будет агрессивен, что нужно будет принимать драки, и возможно, что ваша пассивность загонит вас на базу, и вы не сможете фармить своими жадными предметами. В случае с тем же БФом или Радиком, это серьезный риск. А вот с Мидасом вы рискуете меньше. Ведь в любом случае, в любой игре, даже если вас зажмут на хайграунде, Мидас окупится на дик 30-й и принесет еще лишний опыт сверху. Самое опасное время для Мидаса, это как раз минута 10-12, когда он обычно появляется. Ведь вместо Мидаса вы могли купить условный армлет, барабаны, саблю, драгонлендс и прочие ранние статы. Они в среднем дают вам 200-300 хп и лишнюю обилку, и это позволяет вам драться и не отдавать слишком рано до 1 ТВРа. Если переживете 12-13 минуту без особых потерь, то Мидас уже, скорее всего, себя оправдал. Итак, давайте сделаем выводы. В каких ситуациях нельзя брать Мидас? Первое. У вас поиграны 2 или 3 линии. При этом у врага такие герои, которые не остановятся на лайнах и будут навязывать драки и дальше. Условно, в миде у противников Квапа или Шторм, и он на ранней доминации вынесет арчит 15-й. Вам нельзя брать Мидас, ведь нужно организовывать сейвы до товар чита, манту, БКБ или что-нибудь другое. Ну или на керри у врага Урса или Герокоптер, да даже Сларк или Клинкс. Все это будет с радостью вас давить. Но это не все. Даже при проигранном старте и даже против агрессивного пика, Мидас может быть хорошим, если у вас в команде есть защитные герои, как Зевс, Андерлорд, Тинкер, Шейкер, Котел, даже Снайпер. С такими героями игра может затянуться, и противник просто вас быстро не спушит. И тогда Мидас будет супер важен. Ведь иначе, не выходя с хайграунда, вы просто не будете иметь денег. Поэтому вы не берете Мидас, когда вы проиграли лайны, у противников сильные агрессивные герои, и у вас слабые защитные герои. Тогда Мидас не нужен. Окей, второй сценарий. Вы должны брать Мидас тогда, когда ваш пик сильнее, или хотя бы имеет шансы в Лейте. Если у врага Варлоки, Тинкеры, Спектры, Омники, Зевсы, Террор Блейды и прочие герои, которые не слишком сильны на слотах, а у вас мало коров, например на миде Пугна или Скаймаг, на сложный Сент Кинг, на саппортах условный Чен или Лич, в общем то, что не сильно себя показывают в Лейте, то, наверное, стоит задуматься, а есть ли вообще смысл жадничать с Мидасом. Лучше уж купите барабаны и идите давить. Поэтому ваш пик должен быть конкурентоспособным в Лейте. Не обязательно сильнее, но хотя бы хоть как-то на равных. И третий пункт, он касается в основном оффлейнеров и саппортов. На них сейчас Мидас это не лучшее решение, далеко не лучшее. А так спидом они не пользуются, и львиная доля потенциала Мидаса пропадает. А ведь еще и ваши коры купят Мидасы, и в итоге у вас все будут с Мидасами, и вас просто спушат. Поэтому Мидас можно брать на условного Баланара, Селедку, Брюмастера, даже Легионку. То есть героев, которые не керри и не мидеры, но при этом пользуются скоростью атаки. На таких героев Мидас нельзя брать, если у вас два ярко выраженных фармящих кора. Если в мидере на легкой не жадный герой, и фармить он не будет, то можете купить Мидас и на таких оффлейнерах. На саппортах вроде Огра, Дазла, Варлока, Энигмы и прочих, которые сильно себя показывают с уровнем и хорошо используют Мидас, его можно покупать только в гарантированных 40-50 минутных играх. То есть вы прям должны быть уверены, что вы не спушите условного Течиса или Тинкера, и вас не спушат. То можно купить Мидас на саппорте, но это одна игра из 10. В остальных случаях не стоит, этот айтем только для коров. Окей, с тремя пунктами мы разобрались. Напоследок поговорим про героев для Мидаса. Сейчас чаще всего это Спектра, Найкс, Сларк, Войд, Хаус Найт, Арк, ВК, Вивер, Ну и Инвокер Смида. На таких героях Мидас покупается очень часто, и только в сложных играх, где вас давят, его можно скипнуть. Ведь своих механик на фарм у таких героев нет, БФ купить нельзя, и в итоге Мидаса единственное решение. Реже можно брать Мидаса на Свена, Урсу, Джаггера, Сикера, МК, Бруду, Друида, Ну и Троля. У них зачастую есть более важные айтемы, и Мидаса обычно берется только тогда, когда это прям вынужденная мера. Ну и совсем редко из коров можно купить на Наге, Лансере, Терраблейде, Дровке или Медузе. Это выглядит уже совсем как извращение, и вы можете пробовать такие сборки, только когда игра гарантированно затянется, и вы единственный кор в команде. Конечно, это не весь список героев, есть еще всякие Драгон Найты, Фарионы, Абадоны и прочие коры, которые просто сейчас редко появляются. Если вы играете на таких, и ваш герой бьет рукой, и три пункта, о которых я говорил ранее, соблюдаются, то вы можете смело пробовать Мидас, вряд ли он станет лучше в ближайшее время. Ну а пока не пофиксили, пользуйтесь. Через пару дней, думаю, сниму еще одно небольшое видео на тему текущей меты, а именно популярные герои и их контрпики. Поддерживайте это видео лайком, и для меня это будет хорошей мотивацией сделать все как можно быстрее. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, большое спасибо за просмотр и удачи!